Русские новости 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 животное, тому эту жвачку и предоставляют. Но я думаю, что все-таки большинство граждан на выборы не пойдет. Не потому, что им лень подниматься, идти куда-то, а потому, что они не доверяют власти. Правильно делают. Эта власть не должна пользоваться доверием граждан. Она сплошь, насквозь пропитана воровством и изменой. Поэтому нам надо думать о своей власти. Ну, некоторые думают так, вот прикидываются. Вроде как они думают, вроде как они что-то говорят. Как он правильно сказал. Это вот главное, что в таких непритязательных мозгах возникает, когда они что-то там где-то послушали. Ах, он правильно сказал. Ну что, сказал, да. А где был этот человек там 10 лет назад или 15 лет назад? Что он из себя представляет вообще? Что представляет его биография? И почему он раньше правильно не говорил? А вот сейчас избирательная кампания, вдруг он выскочил откуда-то и что-то правильно сказал. Боже мой, как он правильно сказал? Как они здорово чистят правительство? Смотрите, вот там на дебатах некоторые. Ну, такие смелые. А где вы раньше были? Где ваша смелость была до этого? Что, все было нормально? А как только вас допустили до выборов, у вас открылись глаза. И вы всем остальным открываете глаза. Да, глаза уже давно открыты. Все прекрасно все понимают. Что вы предлагаете концептуально? Что делать с государством? Этот вопрос вообще не обсуждается на этих выборах. Поэтому есть более важные вещи. Путин поехал туда, Путин поехал сюда, Путин что-то сказал, Медведев тоже что-то сказал, они что-то там говорят. Ну, пустышку абсолютно даже пересказать не о чем там говорить. Нечего пересказывать, кроме глупости. Перескажу. Вот это является более важной информацией, чем какая-то содержательная дискуссия. Она и невозможна. Содержательной дискуссии нет. То, что называют дебатами, у нас-то вовсе не дебат. И почему этим занимается какой-то журналист центрального телевидения, начинает командовать политиками? А вы, политики, сами, что вы не можете сами собраться, поставить видеокамеру, включить ее и направить прямо в социальные сети, чтобы посмотрели. Ну, давайте столкнитесь либералы с коммунистами, давайте обсудить какие-то существенные моменты. И пусть ведущий у вас будет нейтральный, а не вот этот наемный придурок, спущенный сверху вам к кремлевской администрации. Зачем вам? Не делают. Почему? Боятся сущностных вопросов. Боятся острых вопросов со стороны специалистов и боятся показать свое полное невежество. Ну, потому что невежды же собрались. Это же люди, которые только делают вид, что они что-то смогли в своей жизни, что-то сделали. Вот меня поразил, конечно, Олег Митволь, который вдруг стал кричать в эфире, что он еврей и что он этим гордится, и что все должны гордиться своей национальностью. Ну, это же типичный комплекс. Человек, который гордится своей национальностью, он о ней вспоминает в какие-то кризисные моменты, но он не кричит «я русский». Русский человек не кричит все время «я русский», «я русский». Он просто живет как русский человек. А когда обижают русских, он встает с ними в один строй, встает на их защиту. Вот это правильно. А когда человек начинает кричать о своей национальности, что-то требуя от других, в чем-то обвиняя непонятно кого, странно очень выглядит такое. Вот его как бы прорвало, его комплексы захватили его мозг, и он вот это вот выплеснул. Правда, и кое-что полезное в этом эмоциональном всплеске было. Там стояли два представителя. Вот этот Семигин, полезный идиот кремлевский, так называемая партия «Патриоты России», и партия «Гражданская платформа». И Митволь им предъявил, откуда их богатство. Ну, такие талантливые такие люди. Ну, с Семигином я общался. Не просто человек, который недостатком способности владает, а тупой, очень тупой человек. И я могу сказать, что, конечно, капиталы, которые у него образовались, это не от большого ума, и не от удачи какой-то. Это такой назначенный олигарх. Ну, и там вот этот, не запомнил я его фамилию, и не хочу запоминать, «Гражданская платформа». Ну, вот на них Митволь как раз какой-то компромат имеет, и он как-то выкрикнул, выхаркнул там весь этот компромат, хаотично, непонятно о чем. Там украли аэровокзал в Москве, там еще что-то украли. Куда-то деньги рассосались. Ну, и эти два, извините, придурка стояли, только руками разводили и говорили, это все неправда, это все неправда. Видно было, что, ну, не способны они. Митволь там, занимая чужое время, кричал беспрерывно, и никто не сказал, ну, пожалуйста, мне предоставлено слово, дайте мне высказать то, что я хочу, а вот человек не мешает, пожалуйста, отключите ему микрофон и дайте мне спокойно пообщаться с избирателями, сообщить там свою предвыборную платформу. Они предпочитали перекрикиваться, но нечем им крыть и нечего им сказать, поэтому вот такая перебранка дебаты в виде перебранки. Скучно на это смотреть, ну, мы, конечно, знаем, здравый человек прекрасно знает, что вот эти капиталы все, которые еще и имеют возможность отстегнуть что-то на политику, это профинансировать избирательную кампанию, это же огромные, колоссальные деньги, тут сотни миллионов должны быть затрачены на это, причем в подавляющем большинстве нелегальных. Не знаю, как у там Семигина с этими патриотами своими, с этой весьма странными патриотами и как гражданские платформы, не знаю, ну, как бы свечку не держал, не могу себе представить, как они вот нелегально эти деньги тратят на избирательную кампанию, а может вообще не тратят, им победа-то не нужна, известно, что победит. Им главное, главное подзасветиться, может быть, они где-то в регионах там постараются пробиться, потом в Единую Россию вступят, естественно, куда им еще деваться, не к коммунистам же вступать, ну, может, к Жириновскому пойдут, почему бы нет. Если Жириновский им что-нибудь пообещает, там, какие-нибудь места, там, председатель комитета, например, ну, может быть, к нему пойдут, какая разница. Вот до мандатных округах выигрывают. Ну, кстати, вот раньше было правило, что тот, кто участвует в дебатах федерального уровня, он не должен выставляться на уровне одномандатного округа. То есть это нарушение равенства прав. Вот есть одномандатные кандидаты, они между собой должны конкурировать на равных, иметь равный доступ к средствам массовой информации. Я не знаю точно, вот выдвинут или по одномандатным округам Семигин и вот руководство гражданской платформы, но я точно знаю, что в Воронеже Алексей Журавлев, лидер списка Нью-Родины, идет по одномандатному округу. И тут он участвует, его физиономия светится везде в рекламе, в рекламе и в дебатах он тоже федеральных участвует. То есть неравенство прав выдвинутых кандидатов там, в Воронеже, совершенно очевидно. То есть Алексей Журавлев должен снять избирательной кампании за нарушение вот этого принципа равенства прав. Ну, видимо, исключительные права предоставляются тем, кто поставлен Кремлем. Вот эти кремлевские марионетки, они получают возможность нарушать закон и то, что раньше считалось нарушением, да, видимо, для всех остальных тоже считается нарушением, для них нарушением не считается. Поэтому они могут использовать федеральные дебаты в свою собственную пользу. У них плохо получается, потому что они никогда не разговаривали с гражданами, им это и не нужно, они никогда не выдвигали каких-либо связанных программ, толковых законопроектов, но их все время показывают. Вот их показывают. Для чего? Для того, чтобы своего человечка, это тоже дополнительная сила, плюс к голосам, которые будут использованы для получения мандатов Единой России. Вот все эти мелкие партии, они для этого и служат. Ну, не дадут им проценты, так, может быть, один-два мандатика им дадут в округах, и они присоединятся к Единой России. Ну, Алексей Журавлев провел в Единой России, пять лет провел, ничего о нем не было слышно. Теперь вот на выборах о нем слышно. Я тоже думать забыл, вдруг вот вспомнил. Вспомнил и смотрю, ну, какая же, в общем, безнадежная, бесталанная фигура, ни о чем говорить, ни о чем сказать, ни ему заключения, ни программ, ничего нет. Вообще пустое место. Но он удобен. Удобен, потому что вот прежнюю родину он закрыл, как бы, своей нью-родиной, такой абсолютно пропутинской, такой горячечно уже доходящей до какого-то психоза, вот вот эта путинщина, которая лезет из всех щелей, там еще Коротченко такой появился, вроде мне казался раньше приличным человеком, теперь какое-то вот лицо, состоящее из одного орущего рта, как это было у Фейхтвангера в отношении такого прообраза Гитлера. Вот то же самое, лицо из одного орущего рта. Я больше как-то вот серьезно относиться к тому, что он там где-то говорит, его все время приглашают, не могу к этому серьезно относиться. То есть все это такой довольно грязный словесный спектакль, в котором никакой правды жизни нет и нет ничего реального, за что бы можно было зацепиться, что бы можно было пощупать своими руками. Избирателю зацепиться не за что. Ну поэтому кто был в Думе прежней, наверное, будет и в этой. Ну чуть-чуть соотношение силы изменится, то есть ничего. И наемные аналитики путинские говорят по телевизору, все нормально, людям не нужны никакие перемены. Они вообще против всяких революций. Они всем недовольны, но они не хотят никаких перемен. Ну видимо это шизофрения, две позиции в одной голове. Если люди недовольны, то они хотят перемен. А если они не хотят перемен, значит они всем довольны. Так получается, что вот это две половинки. Одна технологическая, политтехнологическая, другая аналитическая. Аналитическая говорит, людям нужны перемены, потому что они всем недовольны. А пристройка, другая часть мозга, которая отвечает за лояльность к начальству, говорит, все хорошо, у людей все хорошо, и даже в самом худшем варианте Единая Россия получит мандатов больше, чем она имеет сейчас. С чем я и поздравляю наших избирателей. Это то, что запланировано в Кремле. Это не то, что есть реально на самом деле, а это то, что запланировано. Дальнейший поступательный рост. Все в стране хорошо и становится еще лучше, поэтому за Единую Россию голосуют еще больше. Но за остальных тоже голосуют, ну в принципе потому, что они поддерживают президента Путина. Это, конечно, большая ложь, ничего этого нет. И главная задача кремлевских политтехнологов доказать вам, уважаемые избиратели, что сделать ничего нельзя, что все уже как бы предрешено и все будет именно так, как запланировано в Кремле. И то, что запланировано, это и есть позиция избирателей. А наша задача национал-патриотов доказать, что ничего подобного, что то, что запланировано в Кремле, никогда не будет выполнено, когда вам что-то обещают, то это только обещание и больше ничего. И мы должны вам доказать, донести до вашего сознания, что результаты выборов к воле избирателей не имеют ровным счетом никакого отношения. Это люди, которые уже назначены. Выборы прошли в Кремле. Так называемые праймерис, только они за кулисами прошли тайно. А вот публичные праймерис это грубое нарушение закона. Это ведение избирательной кампании до ее объявления. Пусть там говорят, как угодно, но это же не выборы. Нет, это выборы, это избирательная кампания. И те материалы агитационные, которые были выпущены тогда, широчайшим образом используются для агитации сейчас. Я вот точно знаю, что активисты, актив наняты. Естественно, вы думаете, это активисты, которые вот просто так из уважения к какому-нибудь депутату Единой России будут работать, за него агитировать. Нет, это нанятый контингент. Нанятый причем на нелегальные деньги, которые не проходят через счет, который положено открыть, и только с него финансируют все избирательные действия. Нет, это вот из рук в руки денежки передают. Вот нанятые активисты. И эти активисты разносят те материалы, которые были изданы до избирательной кампании, когда еще не был Мартин Шакум, например, от Единой России кандидатом в депутаты, а был депутатом Государственной Думы. Якобы вот от праймерис, который проводила Единая Россия, остались какие-то материалы, и вот они используются теперь. Нет, не в рамках избирательной кампании, это якобы избиратели сами между собой обмениваются вот этими брошюрками, где там что-то очень позитивно. Не видел этих брошюрок, но знаю точно, что они есть, потому что истерит. Сейчас, видимо, какая-то жалоба поступила, и там в штабе у Шакума истерят, и всем там шлют сообщения. Ни в коем случае не распространяйте это как агитматериалы, потому что это за пределами избирательной кампании. Это просто брошюрки, оставшиеся там от каких-то прежних. То есть идет обман, они прекрасно знают, что обманывают избирателей. Вот такие люди, типа вот Шакума, за которым я как-то пристально гляжу, потому что он тут болтается в Красногорском районе, где у меня дача, и я то и дело тут обсуждаю с разными людьми, что там с ним случилось. И такие они все, понимаете. Других просто нет. Других просто не приглашают на избирательную кампанию, потому что ну это слишком шумно, слишком острые вопросы, слишком резко будут выступать. Нет, этого ничего нет, поэтому все за борт. В СМИ предпочитают подробно комментировать выборы в Соединенных Штатах Америки, там разбираться, что там Трамп из себя представляет, почему у Хиллари Клинтон голова кружится. Это вот очень подробно, такое впечатление, что выбирают президента Российской Федерации. Может оно так и есть. Выбирают хозяина, тут вот холопы беспокоятся. В средствах массовой информации их полно, они готовы обслуживать что Соединенные Штаты, что Кремль. Вот только неправду и истину и не свой свой собственный народ и не свою собственную страну. То есть без информации, только дезинформация. Средства массовой без информации. Что единственное произошло в информационной среде? Попытались сделать взрыв, а он как-то не получился. Все как-то скисло, выдохлось и как-то никакого шума нет. Но это вот этот фильм РЕН-ТВ. Попались. Я написал рецензию на этот фильм в своем живом журнале, разместил, но я заметил, да никому это абсолютно неинтересно. Чего там, с кем там переговоры ведут и так далее. Мне, конечно, мерзко смотреть, когда всякая шваль журналюжная начинает обсуждать казаков, которые оказались вместе с Врангелем в Европе, а потом оказались волей судеб в германском вермахте. Люди ничего не понимают. Ничего не понимают. К сожалению, обыватель тоже туп до невозможности. Он считает так, что если казак оказался в германском вермахте, ну это же просто его повесить, разорвать, четвертовать. Не берет себе в голову такой тупой человек, что есть разные судьбы и людей куда только не заносит. В особенности после гражданской войны, когда 3 миллиона человек бежала просто из страны. Если бы не бежали, то я думаю, что репрессии выкосили бы еще больше. И казаки, которые вместе с остальными белогвардейцами белой армии ушли в Европу, где же они должны были оказаться? И человек, лишенный исторического сознания, он не понимает, как относились к Гитлеру во время, до нападения на СССР. Как относились в конце концов и Сталин с ним подписал мирный договор? Как он к нему относился? Олимпиаду Гитлер у себя провел, все международные организации признавали его власть и приехали к нему. То есть было наоборот, было полное признание Гитлера как деятеля мирового масштаба, крупнейшего деятеля, который поднял с колен, можно сказать, разгромленную в Первой мировой войне Германию. Все признавали его как нормального, совершенно нормального политического деятеля. Да, он разгромил абсолютно коммунистическую партию, всех пересажал. Ну а чем он отличался от других? Так и истерия была антикоммунистическая и в Соединенных Штатах, и в любой другой европейской, в любой стране, в европейской стране тоже громили коммунистов как только могли, потому что коммунисты пытались насильно захватить власть. Либералов тоже подавил. Это, конечно, не нравилось тем, кто в особенности их финансировал, тех, кто проживал в Соединенных Штатах и финансировал в том числе и Гитлера. Они-то надеялись немножко на другое, они надеялись, что мы коммунистов потопчем, а тут либералы как раз возьмут власть. Ну и как должен был относиться к Гитлеру русский человек, оказавшийся на территории Германии или Франции или какой-либо другой стране, в особенности, если он находился под ружьем, например, в казачьих подразделениях. Как он должен был относиться к Гитлеру. Так молодец же делает то дело, которое вот у нас не получилось в России. Встаю под ружьем, значит, где я должен служить? А почему не в германской армии-то? Она тогда еще не совершила каких-то чудовищных преступлений. Да и не признана армия Германии преступной организацией. Преступной организацией признана НСДАП, признана Гестапо, признана СС. Но это не значит, что все, кто там состоял или там просто был зачислен, как казачьи части, там где-то в 44-м году, просто были приписаны к СС. Зачем? Никто не знает. Может быть, как раз и думали, вот мы эту кость в горло Сталину кинем, а он ее жует. Может, кого-нибудь при этом не дожует, не успеет. Казаки какое отношение имеют к преступной деятельности вот этих террористических служб, которые были у Гитлера? А имеют. Раз в Вермахте, а еще и русский, да ты еще и русский, даже мы же тебя задним числом готовы расстрелять и повесить. Но между тем, служба в Вермахте не была объявлена преступной. Да, была война, там убивали друг друга, но это не означало, что любого человека в иностранной, в чужой военной форме тут же надо ставить к стенке. Нет, нельзя было, нельзя было убивать военнопленных. Военнопленные были защищены определенными нормами и даже если Советский Союз не подписывал Международные конвенции на этот счет, он старался все-таки их не нарушать. И уж точно не расстреливали просто без суда и следствия людей, которые были захвачены в плен. А если расстреливали, то расстрелявшие попадали под статью и сами могли быть расстреляны. Ничего подобного не было. И сейчас такие герои на РЕН-ТВ, давайте мы всех просто под одну гребенку сгребем. А зачем им все это нужно? Зачем им нужно тотальное вранье против казаков? В особенности против белых казаков. Потому что они хотят подвязать гитлеризм к нынешним так называемым нацистам или нацикам, как их называют, а тех привязать к либералам. То есть такая цепочка выстраивается, просто говорящая о полной шизофрении. Значит, если русский человек служил в вермахте, он нацист. И он подлежит уничтожению, по крайней мере презрению, отвержению, как вообще никакой. Петр Краснов это вообще просто фигура, о которой говорить стыдно, а там где-то памятник поставили. Караул. Достойнейший был человек. Достойнейший был человек. И о нем стоит и книги писать. Я тоже говорил в своих передачах неоднократно. Да, судьба его занесла. Да, он сделал там ошибки. Может быть, какие-то ошибочные высказывания были за ним. Не факт то, что цитирует РЕН-ТВ, действительно имело место. Они могли просто придумать на коленке или просто где-то справиться там где-нибудь в интернете. Это же не исследователи. И они смотрят, они там, скажем, показывают у современных казаков. Ну, есть в Сергием Посаде там вот такая довольно странная группа, очень немногочисленная. Я думаю, что там в сумме человек 20, а два человека с какими-то нашивками были. Издалека показали, сказали, у них нацистские нашивки. А что вы их не показали-то сблизи? Что это? А может быть, там не нацистские нашивки? Что это вы так решили? У одного казака показали, у одного на погонах, вот там, где обычно пуговичка бывает, на погоне свастика. Так исторические реконструкторы тоже вот, да, иногда эти безумцы из правоохранительных органов привлекают их к ответственности. Ну, а как, если на амуниции гитлеровской Германии была свастика, как историческую реконструкцию костюма сделать? Ну, может, это был исторический реконструктор. А может, просто одинокий сумасшедший, который себе навентил эти. И надо все обобщить, да. Вы показывают вот одиночное какое-то событие и обобщают на всех, обобщают на все национально-патриотическое движение. Показывают трех подонков, которые пошли обслуживать интересы там Ходорковского и Касьянова в Парнас. Трех подонков. Я еще раз, вот только так я к ним и отношусь. Я, в общем, так и относился. Но сейчас, ну как, все уже, как бы все ясно. Весь сценарий завершен, и в своей статье я об этом написал. Все понятно. И они вот из этих трех подонков делают выводы, как будто вот все национально-патриотическое движение. Как будто все русские люди, это те, кто поклоняется Гитлеру, кто готов там разорить свою собственную страну, продать душу дьявол. Да это не так. Это не так. И то, что вы вот таким образом, неуважаемые господа из РЕН-ТВ и их заказчики, обслуживаете интересы олигархии и поливаете грязью русское национальное движение, говорит о ваших целях. Ваша цель не либералы какие-то, не Ходорковские. Ваша цель не дать русскому движению взять то, что ему положено. Взять власть и учредить в России русскую национальную власть и русское национальное государство. Именно это вам больше всего страшно. А не какие-то там с Касьяновым что, не договорится Путин? Да он был у него премьером в течение четырех лет. А до этого был финансистом, замминистра финансов и министра финансов при Ельцине. Но это же их человек. Это их вот там какой-нибудь Чубайс, Абрамович, Миллер или Сечин и Касьянов. Это одна и та же, один и тот же куст негодяев, который русская власть должна выкосить под корень. А люди, которые идут туда за свой мелкий гешефт к Касьянову, извольте, я вас обслужу, ну это предатели русского движения. Мы только так должны относиться. Предатели. Вдруг выскакивает какой-то человек там вот по фамилии Мальцев, ну я его знаю несколько больше, чем подавляющее большинство, тех, кто вдруг его возлюбили. И эти люди вдруг, не зная ничего. О нем говорят, да не, ну это же наш президент, мы же будем за него. Да кто он? Кто он? Он в русском движении был. Просто комментатор, который что-то там говорил в течение двух лет, поддерживал порошенковский режим, клеветал на русских людей, которые в Донбассе сражаются против карателей, присланных режимом Порошенко. Требовал отторжение Крыма, это одна из их программ. Чисто либералистические такие вот подходы. И это, конечно, никакой не русский националист. Там ничего национального вообще нет. Может быть, когда-то было, когда вот было удобно. А сейчас кто-то профинансировал раскрутку его канала этого, который ничем особенным не отличается от всех остальных. И вот человек стал более-менее известен. И что началось с национал-патриотами, которые были национал-патриотами, превращают просто в национал-либерастов, в национал-предателей. И ставят во главу себя, то есть во главу русского движения, к которому они себя считают причисленными, ставят национал-предателей. Просто предателей русского движения. Это, конечно, это может быть главное событие во всей избирательной кампании, которая к самой избирательной кампании отношения не имеет, к результатам не имеет, никак это не повлияет. Но вот то, что проявился сценарий, Я не сомневаюсь, что это кремлевский сценарий. Они пытаются на этом сделать какой-то шумгам, чтобы люди пришли на выбор защитить Путина от этих страшных людей, Касьянова, Энд Компани. Такие нацисты, фашисты, просто ужас. И Крым отберут, и Украину объявят, настоящая Россия, Российскую Федерацию пустят под откос. Вот эти все бредни, которые РЕН-ТВ выплеснуло на зрителя, но оказалось, что ничего не подействовало. Потому что все эти поделки РЕН-ТВ, когда в один флакон сливают все помои, все темы, какие только можно затронуть, все туда, все помои, и эти помои на экран. Вот так действует телеканал РЕН-ТВ. Тоже не сомневаюсь, что эта заказуха была кремлевская. Но если бы из этого что-то вышло, наверное, и Первый каналы бы подключились, и что-нибудь такое бы там тоже разоблачили, какую-нибудь тайную нацистскую организацию, которая там, не знаю, с гранатометами уже готова, и там танки у них откуда-то где-то в лесах закопаны, сейчас откопаются и приедут на улицы Москвы. Обязательно это было бы, но не получилось. Они уже так делали, Первый канал и Государственный канал, они делали такие фильмы, я помню, Мария Ситтель с таким видом, как будто она вообще хоть что-то понимает в том, о чем она говорит. Вот один из фильмов таких комментировала, показывала. А так, в общем-то, помойная журналистика, ну и помойная политика заказана помойными политиками, государственными мужами, которые государство в упор не видит, им не нужно государство. Они превратили все в коммерцию, в свой гешефт. Для каких-нибудь людей, которые там суетятся, эти букашки вокруг Касьянова, это мелкий гешефт, а у тех, кто заказывает против них вот эти все фильмы, делающие им имя, такое вот мерзкое имя, чтобы еще прилепить его к русскому движению, у них гешефт крупный. Вот в этом и вся разница. А по типу это личности одни и те же. Что те, что эти, в общем-то, мерзавцы. Что тут еще? Могу сказать, что РЕН-ТВ расчехлилось еще больше в итоговой новостной передаче «Добро в эфире». Ну там Добров такой вот мне как-то нравился, этот комментатор, он как-то довольно резко высказывался. Но сейчас тоже перешел в такие гешефтмахеры. Он сказал, что русские не могут быть националистами. Ну как это вот все могут быть националистами, а русские не могут быть националистами? Почему? Оказывается, русских в России 111 миллионов, ну так он посчитал. А это слишком мало для Российской Федерации, слишком мало, надо чтобы больше. Давайте добавим к ним еще там 30 миллионов, но он правда не русскими считает белорусов, украинцев, казаков, наверное, не считает русскими. И многие другие субэтносы русского народа. Ну поэтому так вот отделил, вот 111 миллионов это мало для Российской Федерации. А чтобы было больше, нужно чтобы были другие народы. А что националисты, они хотят, чтобы других народов что ли не было? Вот эти умозаключения невежды, который может быть и не невежда, а человек играющий в невежду. Или его попросили сыграть, вот сделали такой фильм, а он должен комментировать. Получается сплошная подлость. Получается не добро в эфире, а подлость в эфире. Журналист Добров превратился просто в очередного негодяя, Гешефтмахера. И показали выдержки из этого фильма. О чем там говорили? Да не о чем. Все свалили вместе. Главное, это, конечно, поклеб на казачество. Гнусный, отвратительный поклеб. И как-то там противопоставили. У нас тут сотни тысяч реестрового казачества, которые служат России. Почему вы врете? Не служит никто России. Какое реестровое казачество может служить России? Служить олигархии может, да. Если вы в так называемом реестровом казачестве, то вы обслуживаете интересы Кремля, кремляди, кремлевской олигархии. Поэтому, конечно, когда казаки такие, знаете, все вдруг начинают получать какие-то доходы, ходят строем, форму им предоставляют и так далее. А вот противопоставляют им, а, вон эти, он там расхристанный, и там у них еще городских сумасшедших полно. Вот это, вот те правильные, которые при Кремле, а вот эти вот неправильные. Что вы врете все время? Правильные как раз те, кто независим от русофобского путинского режима. Вот эти правильные. Хотя среди них действительно есть немало городских сумасшедших. Поэтому они и строем ходить не умеют, и воевать не умеют, потому что главное это же побрякушки навешать побольше. Вот в этом проблема. Ну, как только о нас бы стали, например, говорить, о русских национал-патриотах, то мы бы разрушили весь сценарий. Ну, невозможно объяснить, как это вот должны быть русские националисты, должны быть такие же, как украинские националисты. То есть они должны быть за Порошенковскую Украину, за раздел расчленения великороссов, отделения от белорусов, противопоставления им. Вот все мерзости, которые только можно любые определения дать, это вот должно быть на русских националистах. А если русских националистов нет, ну, значит, остаются только одни какие-то уголовники. Ну, вот давайте мы тогда переключимся на казаков. Будем клеветать в отношении повешенного Сталином генерала Краснова, который уже был в прикрылонных годах и всегда сражался с большевиками. Правильно делал. Правильно делал, что сражался с большевиками. И вместе с ним там были тоже целая группа казачьих генералов, которые не совершили никаких военных преступлений. Никаких. Они были уничтожены вот этим подлым, похабным сталинским режимом. Не русским народом, не народом-победителем, который выиграл войну, а Сталином, его политическим руководством. Это его была месть за гражданскую войну. Он продолжал гражданскую войну против русского народа тоже. Когда шли освободители, освобождали территорию, за их плечами шли все эти НКВД и СМЕРШи, которые вешали, расстреливали русских людей. Продолжали гражданскую войну. Поэтому гражданская война была еще и на фоне Великой Отечественной. Великую Отечественную мы выиграли, а гражданскую, к сожалению, мы проиграли. Поэтому предатели сейчас сидят в Кремле из-за того, что мы гражданскую войну проиграли. А нам надо ее выигрывать, только, конечно, не путем смертоубийства, а прежде всего тем, что в головах у людей должен наладиться порядок русско-национальное самосознание. А люди, которые потащились к Касьянову, это, конечно, выродки из-за русского движения вышедшие, и я с ними лично никаких дел иметь никогда больше не буду. И просьба ко мне не обращаться с этими дурацкими предложениями. Нельзя ли объединиться всем ради краха путинского режима? Нельзя. Нельзя. Потому что эти люди такие же, как и те, которые сидят в Кремле. Я уже сказал, что это одно и то же, только дешевт разный. Эти получают себе там вспомоществование на свою безнадежно ненужную жизнь. А те получают колоссальные капиталы и издеваются над нашей страной. Масштаб разный, конечно. Кого первого на плаху тащить? Ну, наверное, тех, за кем преступления более масштабные. А эти вот мелкие крысы, которые пошли там покрысятничать у либерастов, ну что на них внимание обращать? Давайте мы этот вопрос закроем и больше не будем поднимать. Это не русское движение, это не русские люди. Это люди, которые пытаются захватить бренд, вот как коммунисты там ходят все время с Лениным, Сталином, красный флаг, победа, серп и молот и так далее. Вот эти точно так же пытаются, они точно так же пытаются захватить всю символику и риторику русского движения. И в этом им помогает Кремль. Надо понимать, где свои, где чужие. Вот это чужие. Это главный вывод этого периода избирательной кампании. Ну, эти люди же и обеспечивают явку кремлядей, да, и работают на них. В этом сомнении у меня лично никаких нет. Кто хочет, может сомневаться, может думать, что, а может быть все-таки у них какие-то добрые намерения. Я в них не верю и не считаю, что они возможны в такой ситуации у этих людей. Они хотят, чтобы мы проголосовали за Касьянова. Вы что, с ума сошли, русские? Вы с ума сошли, вы будете голосовать за этого ельцинского министра, за этого преступника и вора, за этого путинского ставленника? Да вы что? Вы не понимаете такой примитивной разводки, в которую вы попались? Давайте мы будем стараться все-таки быть разумными русскими людьми с той природной смекалкой, которая не позволяет нас просто так обмешурить. Ну, вот немножко о других новостях. Путин тут поучает единороссов говорить правду. Правду надо говорить обязательно, правду надо говорить избирателям и сразу предлагать необходимые решения. А то мы не видим, как они уже полтора десятилетия, больше уже, 17 лет и дальше собираются править таким же самым образом. Врать, лгать, ни черта не делать. Ну, конечно, что-то делают. Конечно, строители работают, поэтому мосты как-то появляются. Дорожные работники трудятся, работники образования трудятся, система еще есть, какие-то признаки жизни в государстве и в обществе еще есть. Они говорят, так это же все мы сделали. Да ничего вы не сделали, вы только вредите, вы только мешаете жить русскому народу. Вот поэтому и Путин мешает, и вся его партия, и его партии. Все эти партии, это его партии. Те, которые допущены до выборов, это его партии, включая и Парнас Касьяновский. Это все путинские партии. Даже если они говорят, мы объявим импичмент Путину, нифига вы не объявите, не сможете. Поэтому и такие смелые, и такие борзые, и кричите много об этом. Лишь бы вас заметили, о, как они правильно говорят импичмент Путину, и все антипутинисты со свернутыми мозгами сейчас побегут делать явку, о которой заботится Кремль. Побегут, ну, понятно, как распределят те голоса, кто владеет избирательной машинкой. Нам еще раз сказали, что тут все будет прозрачно, там, ну, просто комар носа не подточит, любой там, любое нарушение будет замечено. Ну, кто объявляет конечные цифры, мы что, не знаем? Они все сделают, чтобы минимизировать этот обман. Но обман есть уже в самой системе. Поэтому к этой системе нельзя иметь никакого отношения. Пока наших на выборах нет, нечего и ходить голосовать. Касьянов и национал-предатели – это не наши. Это наши враги. Такие же враги, как и кремлевские. Медведев тут проболтался. Ну, проболтался, это уж, он говорит, прирост населения начался. Плюс 30 тысяч без учета иммиграции. Ну, врет, ну, врет. Если иммигранты рожают детей, то их фиксируют. Ну, не фиксируют, что они иммигранты. Что, вы считаете, что в роддомах фиксируют? Это гражданин Российской Федерации или нет? Ну, вранье. Сто процентное вранье. А вот тут он прокололся еще сильнее. Он сказал, что продолжительность жизни за последние 10 лет выросла на 10 лет. Ну, представим себе, ну, простой расчет. Вот есть кто-то раньше среднего срока умирает, кто-то позже, кто-то дольше живет. Ну, есть какое-то распределение, статистическое распределение вокруг вот этой средней величины. Ну, представим себе, что этого распределения нет. И, например, вот до 10 лет, за 10 лет до данного момента люди, скажем, жили 60 лет. А теперь они живут 70 лет. Это значит, что за прошедшие десятилетия никто не умирал. Вообще, вот кто дожил до 60 лет, он не умирал. Поскольку жили до 60, вот кто дожил до 60, не умирал. То есть смертей не было вообще. Вообще. Ну, мы объявили такой вот мысленный эксперимент. То есть за 10 лет, на 10 лет средняя продолжительность жизни в принципе не могла увеличиться. Потому что люди умирают. А коль скоро они умирают, не может быть такой скорости восстановления длительности жизни людей. Не может. Не может. Может быть только в одном случае. Если учитывают предполагаемую продолжительность жизни. И если в этой предполагаемой продолжительности жизни учитывают иммигрантов, среди которых подавляющее большинство – это молодежь. Их продолжительность жизни, предполагаемая, конечно, больше, чем у тех людей, которые находятся в среднем или старшем возрасте. То есть Медведев показал, что он ничего вообще не понимает в демографической политике, но ни малейших представлений о демографии не имеет То есть ключевой вопрос выживания общества, выживания государства для таких людей типа Медведева, инфантилов непонятен абсолютно И поэтому он может говорить полную чепуху в расчете на то, что все остальные, все кто смотрит эту чепуху по телевизору, идиоты еще больше, чем он сам Ну посмотрите на лицо Путина, это Каще Бессмертный, посмотрите на лицо Медведева, такой чебурашка с злобными почему-то глазками Ну они же ни черта не понимают, они ничему никогда не учились и никакого опыта управления государством не имеют Поэтому они находятся у власти, потому что кому-то очень не нравится, что государство Россия еще может существовать Российская Федерация, вот пожалуйста, вымирающая страна, вымирающие русские, ну поживите еще полвека, до конца века, когда русские станут национальным меньшинством Вот можете еще пока посуществовать в виде Российской Федерации В виде русской России нет В виде русской России нет и стоят стражи, вот эти вот, я не знаю как их назвать, вот эти тандемы из этих карликов Вот такие страшные химеры, такие поставленные у ворот, и вот отпугивают людей И прикидываются, что на самом деле это такие два ангелохранителя для Российской Федерации Посмотрим, лучшие люди города, боже мой, такие рожи иногда встретишь, иногда в интернете это все публикуется Ну я тоже когда по телевизору вижу эти глупые рекламы и вот эти физиономии, которые ну явно не блещут ни интеллектом, ни внешними какими-то данными, ни риторическими данными Они ничего не умеют, ничего не знают, они не могут представить свои биографии, они не могут представить какой-либо связной программы Они ничего не умеют, ничего не знают и предлагают, ну пойдемте на выборы, ну смотрите, мы же правильные, мы же Путина поддерживаем Мы же за предпринимателей, мы за защиту предпринимателей Или мы за простой народ, мы за то, чтобы пенсионерам больше денег давали, вот смотрите, к сердцам голосуйте За Ельцина призывали сердцем голосовать, теперь призывают также проголосовать за партию пенсионеров Сердцем голосуйте, да вы сначала мозгом раскиньте, стоит ли вообще голосовать И уж точно вот за этих путиноидов вряд ли стоит Эти все прилизанные, но не освобожденные от порока лица, приглядитесь к ним, приглядитесь Ведь на них как будто какая-то печать на всех стоит Вот Жириновского посмотрите, ролик, боже мой, какой ужас, ну да, все там технически сделано, замечательно Ну как только в этот ролик вставляют Жириновского с черным ртом, совершенно вот сгнивший изнутри человек Вот он рот закрыл, вроде ничего, рот открыл, эти гнилые зубы и сгнившая полость рта, совершенно черная Ну вот как бы бог шельму метит, неужели вы этого не видите, неужели вы потащитесь голосовать за этих подонков? Ну вот просто отмороженных подонков, ведь Жириновский чем омерзителен, что он воспроизводит таких же мерзавцев, таких же Только они стали одеты более богато и более нагло себя стали вести И вот таких наглых негодяев Жириновский воспитывает их И вы пойдете голосовать за этих подонков, которые палец о палец не ударят для того, чтобы вам чем-то помочь Им главное спектакль устроить, очень выгодный Путину, поэтому Жириновский находится под покровительством Кремля Никогда против него ничего не будет Вот смотрите, вот даже Единую Россию там потрошат этих взяточников, коррупционеров Жириновскую Нет, вы что, как он может, это же Ему все позволено, ему все позволено Это шут Кремлевский, ему позволено все Даже когда он уже сгнил изнутри, вот сейчас начнет отваливаться от него То рука, то нога, может голова завтра отвалится и к лучшему-то будет А кто проводит выборы-то? Кто проводит выборы? Кто их финансирует? Кто финансирует Единую Россию? Да вся та же олигархическая группировка за ваши деньги, украденные у вас, вам объяснят, что надо за тех же людей проголосовать, которые у вас эти деньги украли Вот содержание избирательной кампании Не надо быть дураком, не надо в этом деле участвовать Не надо думать, что вы какую-то девственность сохраните, если вы придете и заберете голос или зачеркнете чего-то Не участвуйте в этом, вот и все Бесчестное дело, все должны это знать Выборы, которые проводит Путин, бесчестные, потому что русских на этих выборах просто нет Вообще нет ни одной партии и ни одного кандидата в депутаты Может какие-то где-то есть, я еще раз говорю Если я ошибаюсь, скажите мне Мне как-то никто до сих пор не сказал Ну там где-то Василий Мельниченко болтается Но он как-то с русским движением не очень ассоциировался На словах там что-то сказал Да, я всегда вместе с вами и куда-то шасть и нет его Вот где-то может быть и есть настоящие русские люди Не знаю, не знаю, не видал Тут вот антикоррупционного полковника как раз накануне выборов арестовали Замечательно, то есть открывают кольцевую дорогу Специально там Путин с Собяниным едут Вот новое метро показывают и так далее Опять за ваш счет Это они, наверное, вот как будто они, знаете, старались Что-то какие-то решения у них такие были фантастические Что-то они такое придумали Да старая уже идея, еле-еле ее довели до ума Вот надо просто к выборам выпустить Вот как при советской власти было Вот надо было Собянину все это Что уже все и триумф, все триумфально Никаких проблем нет Никакая общественность ничего не обсуждала Правильно, неправильно что-то сделала Наляпали как есть Главное, чтобы отчитаться Отчитались перед выборами Слава Путину, слава Собянину Вот что хотят породить в ваших мозгах И совершенно никакого критического отношения к тому Что вы натворили, что вы наделали А вы правильно все это сделали А где мнение специалистов Где альтернативные мнения Где хоть какая-то дискуссия Ничего нет Ваше дело, стадо Только прославлять начальство А параллельно вот этот антикоррупционный полковник Дмитрий Захарченко Зам.нач. Управления экономической безопасности В пересчете на рубли сказали Одна тонна денег В каких купюрах не сказали Главное, что это эквивалент 9 миллиардов рублей Нам не надо на вес Ну вот 9 миллиардов рублей Это просто аховая сумма Откуда она взялась Какие версии у нас существуют Версия одна Источник у вас один Вы обокрали страну, народ И присвоили эти деньги себе Это деньги олигархии Нам в общем-то все равно Это деньги ментов продажных Они сейчас Ну как без этого вообще работать Да неинтересно работать Я вот по своему опыту знаю Да бесполезно обращаться в ментовку Потому что там никто пальцем не пошевелит И задницу от стула не оторвет Если не предвкушает получение каких-то дополнительных денег Поэтому это может быть там Ну какая разница Это кремлевские это деньги Ментовские это деньги Криминальные это деньги Или какой-то там банк Как его там назвали Нота-банк Вот он разорился Украл 26 миллиардов рублей И вот это как бы вот может быть от них Странная какая-то история Вот какой-то дурацкий полковник У себя дома держал эту прорву денег Как-то очень выглядит странно Очень странно Скорее всего подстава Скорее всего подстава Почему вдруг решили государству эти деньги отдать Видимо украли в десятки раз больше А вот это ну как бы Ну смотрите мы же работаем ФСБ работает МВД вот не работает А Колокольцев все равно продолжает оставаться членом Совета безопасности Уважаемый там в Кремле человек А его подчиненных постоянно арестовывают Причем тех кто борется с коррупцией Те являются крупнейшими коррупционерами Те кто в следственном комитете Должен там внутренними расследованиями заниматься И они тоже оказываются вдруг коррупционеры Ну как это так Вот все управление по борьбе с коррупцией Оказало все коррупционеры И при этом тот человек который назначал их Ну естественно сведомо Путина Колокольцев сидит на своем месте В УЗ не дует Совете безопасности заседает То есть это все воровская схема Разводка Нам показывают Вроде как что-то такое стряслось Куда эти деньги денутся У меня такое ощущение Что сейчас их по сумкам И каждый разнесет Вот кому выписаны эти деньги Они разнесут эти сумки в разные стороны А нам уже сказали Поймались Поймали Учли в доходах бюджета Я уверен Вот если бы я там был в Госдуме Я бы потребовал Покажите куда эти деньги делись Где эти 9 миллиардов Где вы их учли Не учтенка это будет Не учтенка И как ее используют Нам неведомо Вот А иногда они не обманывают Просто воровство Вот просто объявляют об этом Там вот Через 3 года будет 200-летие Грозного Это крепость Грозный Да Крепость Грозная Учрежденная казаками Кто будет праздновать Будет праздновать Рамзан Кадыров Убийца русских людей Террорист Главарь банды Который тут между делом Так сказал Чего вы к нам суетесь Вот вы сами себе организуете Национальную республику Вот тогда и будем разговаривать А пока это наша Чечня для чеченцев Все Чечня для чеченцев Уже все Это другое государство Мы только мзду платим Мы платим Путину деньги Чтобы он откупался от Кадырова А Кадыров Чтобы откупался От всяких бандюков Которых в общем-то Надо просто изничтожать Из тяжелого вооружения Как это было в свое время Не получается Не получается Потому что вот Такая круговая порука Если мы им верим То мы не просто отдаем Свои деньги На поддержание Вот этого бесовского режима Мы еще должны радоваться То есть мы с радостью Должны деньги отдавать Мы даже на выборы Пойдем И подпишемся под тем Что вот поставим подпись Там Что мы получили бюллетень Что мы участвуем В создании этой системы Которая нас же воровывает Над нами издевается И нас же убивает Изничтожает Наше собственное государство Вот И в день рождения Рамзана Через три года Вот выделено 280 миллионов рублей Но это только так Только официально А там еще Может быть раньше Какие-то пойдут Будут здоровы Вот на праздник В честь Рамзана Кадырова Будет выделено Сейчас уже выделено За три года 280 миллионов рублей Чтобы он там Все это дело обустроил И со своими обреками Устроил там Большое торжество И сказал Вот все пришли Миллион человек На площади находятся А наши лопухи верят Что вообще можно Миллион человек В Грозном собрать Там и места такого нет И чеченцев столько нет Минфин предлагает Приватизировать Роснефть Замечательно Давайте еще Источник воровства Придумаем Ввести новые налоги Чтобы ограбить нас Еще на 2,5 триллиона рублей Ну Минфин уже надо Источники финансирования Для того чтобы Если Путин что-то сказал Там по социальным программам Закрыть его слова Какими-нибудь Инициативами Давайте ограбим еще народ И этому же народу Потом вернем Замечательно Они все придумывают Просто замечательно Вот Такое резюме Я уже его как-то делал Номенклатурные совки Перехватили власть У коммунистических догматиков Это было вот в 91 году И главным организатором переворота Был комитет государственной безопасности Который должен был стоять На страже государственности Ну как бы Вот именно та самая структура Которая должна была этим заниматься Ровно то же самое Сделала русская православная церковь Потом превратившаяся в московский патриархат В 1917 году Когда предала царя И присягнула временному правительству То есть те, в кого вкладывается русский народ Кому верит И определенную функцию За церковью до 1917 года За КГБ до 1991 года Поручает От них же получает предательство Чудовищное предательство Которое не преодолено Я не говорю Как-то никто не вспоминает Что московская патриархия Это структура предательская По отношению к российской государственности Предательская К помазанникам Божьему Ну там Я слушал одну передачу Безграмотных историков Которые очень хорошо знают В частности Но как-то вот забыли Что вообще-то в России церковь существовала И что Вся жизнь русского человека Была пронизана Евангельской истинной Новозаветными установлениями Традиции русской церковности Все прекрасно знали Что это византийская церковь От него От греков Мы получили этот обряд И по этому обряду живем Что внутреннее наше Понимание истины и правды Созревает здесь С веками Оно созрело и стало Но предали нас Священство нас предало Понимаете Предало нас священство И веру предало Традиционную веру Которая была сплочена Соединена Церковь с государством Были соединены вместе И тут они решили Да мы вообще Нас тяготит это все Контроль государства Поэтому отстроимся И пусть там Государство устраивается как угодно Получили в ответ Вот эти большевистские терроры Убийства массовые Потом объявили всех Вот этих раскольников Которые соучаствовали В февральском преступлении Святыми там Какими-то замечательными Очень людьми И никакого чувства вины За состоявшееся предательство И продолжение этого предательства До сегодня Сегодня патриархия Это верная структура По делам религии При путинском правительстве Абсолютно антирусском И антиправославном Это предательство надо видеть Русскому человеку Надо понимать И вот это резюме делать Что это предатели Это предатели Если какой-то священник Действительно достоин Ну значит какой-то знак От него есть Что он не предатель Какой знак Ну верующие пусть подумают А КГБ тоже вот сейчас Чекисты, чекисты Там без страха и упрека Холодная голова Горячее сердце Все это Дзержинский Тут я вот был В Красногорске Там у входа В ментовку местную Стоит огромная башка Этого Наркомана и убийцы Вот такие же ФСБ продолжает Вот эти традиции чекистов Традиции предательства Предательства русского народа Предательства русской государственности Предательства даже самого закона Потому что они не живут по закону Ну если им покажут Вон там Вон этот полковник Проворовавшийся У него там Деньги в квартире Они зайдут Оформят протоколы Вот и все Контроля общества За этой структурой нет Поэтому уповать там Что там где-то Что-то как-то Сформируется само А мы тут в сторонке постоим Не выйдет Не выйдет Надо участвовать В русском движении Надо биться за русское будущее Надо в своих мозгах Все поставить на места И потом вместе С другими русскими людьми Создавать структуру Во всероссийском масштабе Чтобы непрекаянной русской душе Было куда обратиться К чему прислониться К соратникам Чтобы ему там тоже Его просветили И все в его голове Привели в порядок Но не будет этого Значит не будет Ни России Ни русских И будет здесь просто Болото такое Загнившее И уже никому не нужное Вон экология до такой степени Доведена Что я вот наблюдаю Просто своими глазами Экологическую катастрофу Здесь под Москвой В остальных местах Я думаю не лучше Просто претерпелись Претерпелись И уже перестали воспринимать Убивают нас Мы да Мы чуть больше стали жить Потому что медицина Современная На высоком уровне Но зато Экология нам Такую преподносит Что мы уже начинаем Болеть такими болезнями О которых и врачи Ничего не знают Показывают нам Новую военную технику Тут какие-то тут Соревнования Выставки тут военные И морочат голову Такие как будто Из звездных войн Нам показывают Какие-то там Самодвижущиеся танки Машины Там Дистанционно управляемое Стрелковое оружие Замечательно все Замечательно В одном экземпляре Можно сделать вообще Все что угодно Потрясти воображение Легко Легко Якобы это все будет На вооружении А зачем это вооружение Скажите Зачем это вооружение Что оно будет в руках У русских людей И они будут Сопротивляться Тем самым криминалу Иноземным оккупантам Нет Это оружие будет Национальной гвардии Которая направлена Прямо против Самого народа Против русских людей Оно туда поступит Первые образцы Если они будут Работающими Я еще тоже в этом Очень сильно сомневаюсь Они поступят туда И все эти Замечательные образцы Которые такие Похожи на Пластмассовые Такие игрушечные автоматы У кого в руках Они окажутся В первую очередь Да у бандитов И убийц Которые придут С нами расправляться Если мы поднимем голову Нам эту голову Надо сначала Действительно Привести в порядок Потом уж поднимать Че поднимать голову Пустую Ну тем временем Вот есть иллюстрация К нынешнему режиму Чубайса заявил Годовой доход В миллиард рублей В свое время Когда я был в Госдуме Я запрос отправил Сколько получает Руководитель Я не помню Тогда еще не было По-моему Роснано Был руководитель Вот этих РАО ЕС Единой энергетической системы Сколько получает Чубайс Государственные зарплаты Этот запрос Был принят Как парламентский Мой индивидуальный запрос Парламентский запрос Парламент направил запрос Ну что-то они там Не поняли Видимо как-то Не сработал еще Механизм Как-то вот не сложилось Это я только-только В Думу пришел Раз и вот с этим С такой инициативой Высказался Сколько получает Менеджмент РАО ЕС Ответ был такой Не ваше собачье дело Козлы Ну так примерно Звучал ответ От вот этих людей Ну якобы Это коммерческая тайна И вправе Никто не вправе Требовать Раскрытие Там личной информации То есть На государственной службе Человек находится Государственная корпорация Руководит А сколько денег получает Нельзя Не можно знать Потому что это Личная жизнь Личная тайна Ну потом как-то Закон приняли И стали публиковать Все это дело Вот Ну видимо обидно стало Тема о ком Все это дело известно А вот Чубайсу тоже пришлось Публиковать Миллиард рублей В год Когда у меня Спросили журналистов После моего запроса А как вы думаете Вот сколько Примерно вы ожидаете Сколько там Чубайс получает Я не рискнул Тогда депутат получал По-моему Что-то Тысяч 60 Или 80 Тысяч Я подумал Ну наверное Уж точно он получает Раз в 10 Больше чем депутат Я сказал Ну наверное Где-нибудь миллион Ну может немножко больше Там Миллион рублей В зарплату Ежемесячно Как же я ошибся Потом выяснилось Что миллион рублей В день В день А сейчас и того больше Миллиард в год Это же просто Уму непостижимо У нас 365 дней Вот То есть тут На день приходится Гораздо больше миллиона И вот Вот это иллюстрация Ныне действующего режима Ворюга Разоритель нашей страны Получает такие доходы Кто это обеспечивает Обеспечивает ФСБ Полиция Суды Следственные органы Лично товарищ Путин Лично товарищ Медведев Вся их товарищеская группировка В виде правительства Российской Федерации Другие олигархи Которые получают не меньше Это сплоченная команда И есть только Небольшая технологическая приставка Которая все Это скрывает Для того Чтобы заморочить голову И сказать Да Россия идет вперед Поступательно И там успех И тут успех И в демографии успех И экономика развивается И военная техника Все развивается Все цветет и пахнет Только жить почему-то В этой стране Невозможно Погану Погану Раз так Мы должны все-таки соображать От чего и почему Видеть откуда Откуда возникает Вот это олигархия Почему она Уже даже легально Открыто получает Миллиардные достояния В общем-то Как захребетники Самые настоящие Захребетники Ничего не делая Получают Миллиардные достояния В течение года А уж то что они там За кулисами получают У меня просто волосы На голове шевелятся Если ФСБшники Высшее руководство Получает в конвертах Дополнение К своей официальной зарплате То я уж думаю Чубайс себе выделил Дополнительный конвертик Если он официально Получает миллиард То неофициально В этих конвертиках У него наверное Еще миллиард Или парочка Может троечка Миллиардов И мы все это Оплачиваем И как дураки Плетемся на избирательные Участки И поддерживаем Своей подписью Этот режим Давайте не будем в этом участвовать Давайте участвовать В русском движении И давайте становиться Носителями Русского национального Мировоззрения Которое не принимает Рабство Не принимает Олигархии А пытается возродить Россию Такую Какой ее нам Бог дал И которую мы знаем В своей истории Слава России